Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 21 августа и мы рады вернуться к вам с еженедельным обзором главных аграрных новостей. За минувшие три недели мягкая пшеница резко возросла в цене. Минсельхоз России перестал публиковать данные об уборке, а южно-российские аграрии потребовали, чтобы правительство изменило свою политику в отношении пошлин на зерно и на удобрения. Эти и другие новости далее в выпуске. В августе на юге России завершилась жатва ранних зерновых культур. Два региона Ростовской области Краснодарский край установили в этом году рекорды. Ростовская область вырвалась в абсолютные лидеры по сбору ранних зерновых. Намолочено 12 миллионов 685 тысяч тонн зерна, из них пшеницы 11 миллионов 330 тысяч тонн. Такого никогда раньше не было в истории региона. Рекорд был поставлен за счет роста площадей под озимыми культурами, а также за счет довольно высокой урожайности. В среднем по региону она составила 39,4 центнера с гектара. Краснодарский край в этом году тоже побил свой исторический рекорд. Намолочено 12 миллионов 380 тысяч тонн зерна, в том числе озимой пшеницы 10 миллионов 542 тысячи тонн. Средняя урожайность зерновых колоссовых и зернобобовых культур составила свыше 60 центнеров с гектара. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. В Ставропольском крае в этом году рекордов, к сожалению, нет, но радует уже то, что не повторился провал прошлого сезона. Тогда после жесточайшей засухи аграрий намолотили всего 5,2 миллиона тонн зерна. В этом году погода была более благосклонна и общий сбор составил 8 миллионов 590 тысяч тонн, а средняя урожайность зерна чуть ниже, чем на Дону – 38 центнеров с гектара. А вот как обстоят дела с жатвой в целом по России, пока сказать мы не можем. Дело в том, что с 6 августа федеральный Минсельхоз прекратил публиковать оперативные данные о ходе уборки, которые раньше выходили ежедневно, каждый рабочий день. Как объяснили журналисты в Минсельхозе, сейчас ведомство совместно с регионами ведет техническую работу, согласовывают и уточняют форму и структуру оперативных данных. После завершения этих согласований, публикации возобновятся в ежедневном режиме. Проблемы с подсчетами в августе возникли и у Росстата. 30 июля статистики опубликовали отчет, в котором было сказано, что озимой пшеницей в России занято всего 15 миллионов 600 тысяч гектаров. Это очень маленькая площадь. Минсельхоз, например, полагал, что площадь озимой пшеницы как минимум на миллион гектаров больше. Новые цифры Росстата смутили и Минсельхоз США, который ежемесячно оценивает объем производства и потребления зерна во всем мире. 12 августа ведомство выпустило очередной отчет, в котором снизило оценки урожая пшеницы в России. Причем снизило довольно резко с 85 миллионов до 72,5 миллиона тонн. На такой пересмотр прогноза никто не рассчитывал. Впрочем, отечественные аналитики сходятся во мнении, что Минсельхоз США, наверное, недооценил нашу пшеницу. И хотя и САВКОН, и Институт конъюнктуры аграрного рынка в августе тоже снижали свои прогнозы, сбор пшеницы они оценивают в 76-77 миллионов тонн, но уж никак не в 72. Впрочем, вернемся к Минсельхозу США, который снизил прогноз не только для России, но и для других стран. Например, для Канады на 7,5 миллионов тонн и для США на 1 миллион 300 тысяч тонн. В совокупности с другими странами, которые выращивают пшеницу, оценки производства этой культуры были снижены на 15,5 миллиона тонн по сравнению с той оценкой, которая давалась в июле. Такие новости, конечно, не могли оставить рынок равнодушным и цены выросли. За неделю с 9 по 16 августа пшеница в мире подорожала на 17-20 долларов за тонну. В частности, сентябрьский контракт вырос с 283 до 300 долларов за тонну, а декабрьский с 296 до 316 долларов за тонну, пишет аналитический центр Агроэкспорт. Вместе с пшеницей выросла в цене и кукуруза. Урожай этой культуры Минсельхоз США тоже пересмотрел в сторону понижения на 9 миллионов тонн. Сокращение в прогнозе произошло в основном за счет США, однако биржевые котировки на кукурузу выросли повсюду, в том числе, как вы можете видеть из графика, и на Черном море. Мировые тенденции не обошли стороной и внутренний российский рынок. Стоимость пшеницы с протеином 12,5% на базе СПТ Новороссийск стремительно росла и к 16 августа составила 16 800 рублей без НДС. Дорожала и фуражная группа. На графике центра Агроэкспорт видно, как рванули цены на ячмень и пшеницу с протеином 10,5%. Аналитики рынка объясняют, крупнейшие экспортеры вынуждены активно поднимать цены, закрывая свои горящие контракты. При этом сельхозпроизводители продолжают придерживать зерно, а порою даже отказываются от ранее заключенных контрактов. Аналитический центр Савэкон отмечает, что оживились и внутренние потребители. Многие крупные покупатели на прошлой неделе повысили закупочные цены на 1-2 тысячи рублей. На юге страны стоимость пшеницы растет более высокими темпами, чем в других регионах России и уже приближается к 18 рублям за килограмм. Руководитель аналитического центра Русагротранса Игорь Повенский уверен, что на нынешнем уровне 17 700-17 800 рублей за тонну котировки задержатся ненадолго. С ростом мировой цены на пшеницу растут и наши плавающие пошлины. Сегодня таможенный сбор для пшеницы составляет около 30 долларов за тонну, однако через несколько недель, учитывая текущую конъюнктуру, он увеличится до 69 долларов и это неминуемо приведет к снижению цен внутри страны на 2-2,5 тысячи рублей. Впрочем, в этом уравнении есть еще одна неизвестная составляющая, а именно спрос со стороны Казахстана. Соседняя республика начала уборку зерновых и констатирует, что урожайность оказалась ниже прошлогодней на треть. Во всем виновата засуха, которая поразила основные производящие регионы страны. В Казахстане полагают, что сбор зерна в этом году окажется ниже, чем в прошлом году на четверть, а это значит спрос на российскую пшеницу, которая, кстати, в Казахстан идет безо всяких пошлин, может вырасти. В первую очередь изменения коснутся рынка Сибири и Урала. Когда правительство России вводило плавающую пошлину, оно указывало, что деньги не будут изъяты из карманов аграриев безвозвратно, то есть они вернутся в регионы в виде субсидий. Наш издательский дом обратился в правительство Ростовской области с вопросом, сколько же средств получат донские растеневоды и как эти деньги будут распределяться. К сожалению, пока никакой конкретной информации мы не получили. В регионе ждут, когда Москва примет определенные подзаконные акты, поэтому пока ни ставка субсидий, ни объем софинансирования из регионального бюджета неизвестны. Точно мы знаем только то, что федеральный бюджет выделил аграриям Ростовской области в рамках Демпфера 646 миллионов 530 тысяч рублей. А еще известно, что эти деньги будут доведены до получателей в октябре-ноябре текущего года. То есть использовать средства, которые изымаются у аграриев уже со 2 июня, для подготовки к озимому севу хозяйства не смогут. Кстати, объявленная цифра 646 миллионов рублей оказалась намного меньше той суммы, на которую рассчитывали аграрии Ростовской области. Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской области подсчитал, что донские хозяйства ежегодно отправляют за рубеж примерно 6-7 миллионов тонн пшеницы. Путем нехитрых подсчетов можно установить, что с учетом нынешнего курса доллара, с учетом ставки пошлины и тех цен, которые предлагает мировой рынок, из карманов донских аграриев будет изъято от 13 до 15 миллиардов рублей. А выделено на компенсацию этих убытков 646 миллионов, то есть в 20-24 раза меньше, чем планируется изымать. И это выглядит несправедливым. В Зерновом союзе говорят, что затраты на производство тонны пшеницы в среднем составят 10-11 тысяч рублей. А с учетом затрат еще на реализацию, на транспортировку зерна, полная себестоимость получается в районе 11-13 тысяч рублей за тонну. Введение плавающей пошлины делает пшеницу нескорентабельной культурой. Донские аграрии предлагают правительству пересмотреть решение о введении плавающей пошлины на зерно, либо отменить эту пошлину вовсе, либо снизить ее размер с нынешних 70% до 20-30%. Это позволит аграриям заработать чуть больше и направить деньги на развитие своих хозяйств. Ведь даже в таком, казалось бы, благополучном регионе, как Ростовская область, за пределами сроков амортизации находится 65% тракторов и 55% комбайнов. То есть машино-тракторный парк требует обновления даже здесь, на юге России, где регионы граничат с портами. Дорогие друзья, уже совсем скоро, 24 августа, во вторник, наш издательский дом «Крестьянины» и портал «Агробук.ру» проведет летнюю зерновую конференцию с участием известного вам аналитика, генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько. На этой конференции мы будем говорить о том, что происходит с ценами, чего ожидать в будущем сезоне, на какие культуры, возможно, следует сделать ставку. У нас осталось еще несколько мест, и поэтому мы приглашаем тех аграриев, которые живут в Ростовской области, в Краснодарском крае, приехать к нам. Но количество мест ограничено, поэтому просим вас предварительно позвонить по телефону, который вы видите на экране, чтобы вас точно зарегистрировали. Конференция пройдет в Ростове-на-Дону, на проспекте Театральном. Участие для сельхозпроизводителя бесплатное. Госрегулирование рынка зерна пробуждает аграриев не только на Дону, но и в Краснодарском крае. В середине августа в станице Брюховецкой местная Аккор провела круглый стол, посвященный проблеме закупки минеральных удобрений. Цены на них неимоверно высокие, что с этим делать не ясно. Фиксация цен, а также 5% скидки, которые были предоставлены только фермерам, не сделали удобрения более доступными для хозяйств. Многие собираются сокращать дозы внесения, а это чревато просадкой по урожайности. Если сбор зерна сократится, то многим хозяйствам придется возвращать в бюджет субсидии, например, те, что выплачиваются на элитные семена. Ведь одно из условий получения субсидии – нужно увеличить производство. Аграрии ищут пути выхода из этой ситуации. Одна из коммерческих фирм, станица Брюховецкая, предложила даже такой необычный вариант – закупать фосфорные удобрения, которых мы сами, кстати, производим в избытке и 64% экспортируем, за рубежом. Компания предложила завозить из Сирии фосфоритную муку, в которой содержится около 28% фосфора, перерабатывать ее и вносить на поля. Цена такого удобрения составит 17 500 рублей. Норма внесения, конечно, у фосфоритной муки выше, чем у мафоса, но в пересчете на действующее вещество это все равно выходит дешевле. Впрочем, есть и другой вариант – добиться того, чтобы правительство вело на удобрение плавающую пошлину, такую же, как оно вело на зерно. О такой мере говорила вице-премьер Виктория Абрамченко еще в конце июня. С тех пор прошло уже два месяца, но пошлины так и не вели. Аграрии пяти районов Кубани намерены объединиться со своими коллегами и совместно отправить письмо в правительство с предложением плавающую пошлину на удобрение все-таки ввести. Пожалуй, единственная воодушевляющая новость пришла на этой неделе из Краснодарского края. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступил с инициативой увеличить для аграриев период краткосрочного кредитования с одного года до двух лет. Предложение было озвучено министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву. Кондратьев объяснил, что льгодные краткосрочные кредиты, пожалуй, самая востребованная мера у растеневодов, однако сроки выплаты по займам не всегда совпадают со сроками реализации продукции. Дмитрий Патрушев ответил, что вопрос важный и дал поручение коллегам проработать его. Напомню, что в апреле фермеры Крыловского района Кубани обращались к заместителю губернатора Краснодарского края Андрею Коробке с просьбой увеличить сроки кредитования. Они объясняли, что полный цикл выращивания озимой пшеницы от первой обработки почвы до продажи урожая занимает более 18 месяцев, а возвращать деньги, согласно условиям льготного кредита, нужно уже через 12 месяцев. Из-за этого кредитующиеся хозяйства вынуждены всегда покупать удобрения, препараты химической защиты и другие средства производства по пиковым ценам, а вот продавать пшеницу им приходится практически с поля, задолго до того, как цены достигнут максимума в сезон. Будет ли разорван этот порочный круг после того, как о нем услышал Дмитрий Патрушев, мы не знаем, но очень хочется на это надеяться. На этом наш выпуск завершен. Друзья, желаю вам всего самого доброго и до встречи на следующей неделе! Субтитры создавал DimaTorzok